Норвик Банка 1 мая во Дворце культуры прошел третий отчетный концерт проекта. На этот раз объективные обстоятельства внесли коррективы в наши планы. Дело в том, что в день концерта на сцене Дворца проходило еще одно мероприятие, и поэтому установка декораций, подготовка света и звука – все это происходило буквально за несколько часов до начала концерта. Отсутствие так называемого прогона непосредственно перед выступлением добавляло волнение нашим конкурсантам. Чтобы немного отвлечь артистов от предконцертных переживаний, а также чтобы получше передать вам атмосферу нашего закулисья, мы отправились побеседовать с ребятами. Как настроение? Ну, пока нормально. Волнуешься? Очень. Юр, скажи, пожалуйста, у нас уже и четвертый концерт, в принципе, совсем скоро. У тебя идеи какие-то есть по поводу твоей песни? Да, я хочу взять песню Григория или, как его зовут, Лепс, «Рюмка водки на столе». Будет интересно. Это совершенно не из того разряда, что я до этого пел, поэтому я надеюсь, что получится, там не сорвать бы голос. Ну, я уже ее тренировал петь, поэтому думаю о силе, если начнем заниматься после этой песни, я там буду усиленно брать на нее акцент. Сейчас я как бы перекидывался, еще долгое время сомневался, сейчас решил остановиться на ней. Кстати, в этом концерте Юра принимал участие не только в качестве вокалиста, но и попробовал себя в роли лидер-гитариста в номере нашего генератора идей Вадима Полякова. Тетя Инна, я очень стесняюсь камер. И никак не могу к ней привыкнуть. А как ты собираешься заниматься шоу-бизнесом, если очень стесняешься камерам? Да ладно, привык уже. Как настроение? Замечательное. Волнуешься? Да, есть немного. Скажи, пожалуйста, что в конце концов после всех этих твоих идей осталось в сегодняшнем твоем номере? Юра с гитарой. Ну и то неплохо, правда? Ну хоть не один. Артур был неправ. Ну посмотрим, посмотрим. Надо еще посмотреть твое выступление и Юру с гитарой. И тогда поймем. Да. Хорошо, желаем тебе удачи тоже. И десяток. Спасибо. А вот Женя, похоже, не волновался вообще. Несмотря на то, что он снова, буквально за несколько дней до концерта, поменял свою песню. Женя, я так и не поняла, какую в конце концов песню мы сегодня будем со зрителями слушать на этом концерте? Джей Стивера. Любовь настала. Любовь настала. Забегая вперед, скажем, что получилось на этот раз не так хорошо, как хотелось бы и Жене, и нам. За свое выступление он получил всего 37 баллов. Но, может быть, именно это обстоятельство заставит его более серьезно подойти к выбору песни на последний отчетный концерт и использовать все оставшееся до него время на тщательную работу над своим номером. По решению продюсера для ведения третьего концерта были приглашены новые ведущие – Виктория Апринцева и Кирилл Федоров. Учитывая, что это был их дебют на проекте, а кроме того, различные корректировки вносились в сценарий вплоть до самого начала концерта, ребята заметно нервничали. Меня зовут Кирилл Федоров. Я заканчиваю 12 класс в городской центральной гимназии. Я первый раз буду вести третий отчетный концерт. И я думаю, что у нас с Викой все получится. Мы нервничаем, но это нормально. Меня зовут Виктория. Да, я из девятой средней школы. А как вы здесь, Виктория, очутились? Я сама не понимаю. В смысле, вы просто сегодня шли, мимо зашли? Ну, думаю, может попробовать себя на такую, ну, что новенькое разнообразие. А если серьезно? Или Кирилл позвонил? Если серьезно, Вика очутилась по первому зову. Она решила спасти. Да, нам нужна была ведущая и... Хорошо. А ты как очутился здесь? Я? Я прошел сложный кастинг из ста человек и выиграл его. Хорошо. Помимо того, что ты заканчиваешь 12 класс, Вика заканчивает 10 класс, я просто знаю, она не успела еще, буду вам сказать. Чем еще вы занимаетесь? Театр, еще раз театр. Мы вместе занимаемся в театре, даже в двух театрах. Это один в Яунибе и один у Веры Храмниковой в настоящем театре, да, городском театре. То есть вы будущие драматические артисты, актеры? Можно и так сказать. Но на самом деле пока что это все на уровне хобби, но кто знает, как повернется наша жизнь. Но у кого как, у меня это все серьезно. Да, у кого-то это серьезнее, чем у другого. Можно рассчитывать, что скоро мы увидим дебют юной актрисы Виктории Апринцевой. Вот. У нас есть множество различных хобби, но я думаю, мы не будем в них вдаваться. В основном мы обычные подростки, как и все. Хорошо. А мы будем ждать дебюта Виктории Апринцевой и Кирилла Федорова на сцене Дворца культуры и спорта на третьем отчетном концерте проекта «Хеллоу Дауга Пус». Я желаю вам удачи! Генеральный спонсор проекта «Норвегбанка». Мы уже рассказывали вам ранее, что конкурсантка из младшей группы Вика Васильева подготовила к третьему концерту песню «Мама» из одноименного кинофильма. И для участия в этом номере были приглашены лауреаты детского вокального конкурса «Пик-бун-пика» Полина Хетманы и Жанник Байкс. Перед концертом маленькие артисты чувствовали себя вполне уверенно. Расскажи нам, пожалуйста, как тебя зовут, принцесса? Полина. Что ты здесь делаешь сегодня? Выступаю. А с кем ты вместе будешь выступать? Ваником. Какую песню вы будете петь? Про маму. Вместе с Викой Васильевой, да? Да. Как тебя зовут, скажи, пожалуйста? Что ты, Жанник, здесь делаешь сегодня? Пою. Какую песню ты будешь петь? Ты будешь помогать Вике Васильевой? Петь песню про маму? Я буду петь песню про маму. А ты ведь уже, Жанник, артист известный, я так знаю. Какое место ты занял на конкурсе «Пик-бун-пика»? Когда первый раз пел, мне было второе. Когда второй раз, мне было первое. А вот Беата Сидина сама, без посторонней помощи, очень оригинально и интересно оформила свой номер. Беатка, очень ты сегодня красивая. Такое у тебя платье и пуанты. Ну просто тоже должны быть все десятки. Как настроение? Отлично, я не боюсь выходить. Не волнуешься совсем? Нет. А что ты так подрагиваешь, мне кажется? Угу. Нет? Не показалось? Угу. Ну, желаем тебе удачи. Значит, ты сегодня одна, не в трио, ты сегодня должна показать все, на что ты способна. Да. Да, постараешься? Угу. У тебя, наверное, опять какое-то будет специальное лицо? Нет, буду улыбаться. Будешь просто улыбаться? Ну да, песня у тебя такая. Вы увидите все там, где было, и вот однажды с улыбкой злой, вот так покажу улыбку злую. Хорошо, будем смотреть. Ну, желаем тебе удачи, Беата. Держись. И действительно, держалась наша Беата прекрасно. Ей удавалось справиться не только с вокалом, но и успевать делать балетные па. Причем все это получалось у нее очень красиво и органично. И из-за своего выступления она получила очень высокие оценки. Три десятки и одну девятку. А вот что рассказала нам перед началом концерта Саша Кудряшова. Саша, привет. Здравствуйте. Как настроение? Хорошее. Какую песню поешь сегодня? Крылатые качели. И оценки какие сегодня получишь, как ты думаешь? Ну, хотелось бы все десятки. Традиционно, да? Да. Хотелось бы. Или на прошлом концерте не все были десятки? Одна девятка. Одна девятка. Ну, надо исправлять ситуацию, да? Да. Желаем тебе удачи. Желаю. Спасибо. Успеха и высоких оценок мы желали всем конкурсантам. Но зависело это только от них самих. За десятками, полученными Сашей на концерте, стояла тщательная работа над вокалом, множество занятий с педагогом по хореографии, серьезный подход к созданию своего сценического образа. Такое же серьезное отношение к любому делу отличает и нашу следующую конкурсантку. И когда Вика пообещала нам сделать все возможное и получить таки, наконец, все четыре десятки, в это трудно было не поверить. Вика, я хочу у тебя спросить, когда у нас будут четыре десятки? Когда жюри поставят. Ты думаешь, это зависит только от жюри? Это странный ответ. Не знаю. Понятное дело, что от меня, когда я нормально выступлю, тогда и будут десятки. Чего тебе в прошлый раз не хватило, как ты думаешь сама? Горло, наверное. Ну, помимо горло, еще мне, наверное, артитизма где-то не хватило. Я думаю, так. А сегодня? Ты покажешь нам? Я просто жду от тебя, и не только я, все зрители ждут. Я постараюсь. Честное слово, постараюсь. Я вам обещаю, что постараюсь. По традиции в третьем концерте принимала участие конкурсантка из первого проекта. На этот раз нашей гостьей стала Сабина Иминова. Сабина, привет. Здравствуйте. Как поживаешь? Очень хорошо. Что ты здесь делаешь сегодня, расскажи нам, пожалуйста. Я здесь сегодня выступаю. Буду петь песню, которую мне написал Ратур Дубекс. Сабина, скажи, пожалуйста, ты присутствовала на генеральной репетиции, видела всех наших конкурсантов, всех ребят из проекта «Хеллоу Дау Лопаст 2». Как тебе кажется, чем отличается вот этот проект от вашего проекта? Вообще, я считаю, что этот проект на самом деле куда сильнее, чем наш. Потому что я послушала, да, здесь намного такие сильные есть вокалы. Конечно, у нас такого не было. И я думаю, что это может быть связано с тем, что когда мы начинали, мы, в принципе, толком не знали вообще, что будет, как вообще, что будет происходить. А сюда уже люди, ну, как бы на второй проект уже, в принципе, таланты приходили. Ну, то есть, как бы они знали, что им предстоит, что им надо будет делать. То есть, они, в принципе, были подготовлены к этому. Ладно, Сабина, желаем тебе выступить удачно и стать таким украшением нашего сегодняшнего концерта. Спасибо. Услышать новую песню Артура Дубакса в исполнении Сабины, а также посмотреть выступления наших конкурсантов, вы сможете уже в эту пятницу, 6 мая, на канале Даутком ТВ. Впрочем, хотим предупредить заранее, что не все ребята приняли участие в концерте. Кроме Кати Беломестных, которая по состоянию здоровья все-таки вынуждена покинуть проект, о своем уходе объявили Карина Тумана и Санта Евдокимова. Пока нам не удалось встретиться с ними и выяснить причины этого решения. В ближайшее время мы попытаемся это сделать и обязательно расскажем вам обо всем. Не смогла принять участие в концерте и Яна Вилцины. Она с родителями находилась за пределами страны. По решению организаторов Яне было разрешено записать свое выступление до концерта, и жюри, просмотрев видеозапись, поставила ей 4 восьмерки. Предлагаем и вам посмотреть выступление Яны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА